Ну, все началось где-то примерно в 9 лет, когда мне на глаза попалась шахматная книжка. До этого я, в принципе, знал ходы фигур, умел играть, то есть меня научили, там, папа, дедушка, но какого-то особого интереса к этому виду спорта не было. Ну, потом, так как я очень любил читать, я прочитал первую шахматную книжку, это был учебник шахматной игры, косы ролика по бланке, и после этого, ну, меня это заинтересовало. Постепенно как-то начал играть в турнирах, не сказать, чтобы очень активно, потому что у нас в городе, в принципе, не было особых возможностей для этого. Ну, с течением времени, где-то, наверное, лет через несколько, пошел достаточно ощутимый прогресс, ну, и, в общем-то, все это закончилось вот пока что на сегодняшний момент так, как вы видите. Ну, безусловно, это очень важный момент для юных шахматистов, чтобы у них, допустим, был тренер. Дело в том, что, ну, конечно, при должном упорстве, при должной настойчивости можно до всего, как говорится, дойти самостоятельно, но это требует гораздо большего времени. То есть, если рядом находится грамотный человек, который способен объяснить какие-то моменты, в том числе практические моменты, то есть не обязательно чисто шахматные, то, конечно, это лучше, это во много раз ускоряет рост шахматиста. То есть, это, конечно, был очень негативный момент, но нельзя сказать, что прям совсем не было у меня тренера. То есть, был период, когда я вот только начал играть, ходил неполный год на занятия к международному мастеру Арсену Стамбульяну, который жил в Новороссийске в то время. Вот. Были там еще небольшие занятия. Там Александра Якименко по тому же адресу проводила чуть позже, но, конечно, этого было недостаточно. То есть, вот этот момент, конечно, очень важный, и, к сожалению, этого я был лишен. Вот. Ну, что касается возможности ездить по соревнованиям, тут тоже были проблемы, поскольку финансирование было слабое, поэтому выехать куда-то, например, за рубеж, как сейчас, возможности не было. То есть, ну и по российским соревнованиям, конечно, тоже определенные были проблемы. Ну, то есть, там, допустим, 2-3 турнира в год. Это категорически недостаточно для растущего шахматиста. Ну, в принципе, для любого шахматиста это недостаточно, если он занимается профессионально. Вот. В принципе, положение было не очень-то благоприятное. Но, тем не менее, я вижу, что дети, в принципе, интересуются. То есть, достаточно много детей приходят в шахматы. У нас, скажем, в городе, ну, одна из самых, можно сказать, лучших ситуаций, что касается именно заинтересованности шахмат. То есть, что касается, конечно, поддержки, там, в том числе финансовой, ситуация не самая хорошая. Ну, и когда я тренировал, и когда сейчас, в принципе, достаточно много детей интересовалось, приходило, занималось. Поэтому у нас, в общем-то, город один из, наверное, таких лидирующих, одну из лидирующих позиций занимает в этом плане.